всем привет друзья и с вами я макс и у нас очередной квадрокоптер от компании джей джей арси это a rocket 360 а номер модели h51 давайте посмотрим что внутри ссылку естественно на покупку я оставлю внизу тут у нас идет вот такая замечательная коробка упакован он очень аккуратно так сейчас посмотрим что с инструкцией у нас так а вот его комплектация это идет пульт пульт кстати очень симпатичный крепление для телефона сам квадрокоптер он очень необычной формы и далее у нас идет пакетик это зарядка отвертка запасные лопасти и защита чтобы он не бился об стену вас если вы будете пускать дома так мне вот очень интересно самом деле на каком языке у него идет описание так вот здесь вот сразу да видно где идет qr-код чтобы можно было зарегистрироваться здесь можно даже про это самое установить какую-то игру install a s for a s only так что у меня android мне не получится это установить но программа обычной для gg rc она подходит все работает сейчас я вам ее покажу так работает он на 24 гигагерца инструкция как вы видите на английском языке то есть да проблем нет все кстати очень и очень и очень нормально полное описание клавиш так ладно давайте посмотрим на поближе и сейчас пройдем по всем клавишам так сам квадрокоптер сам квадрокоптер очень выглядит оригинально так лопасти у нас открывается таким вот образом все он готов здесь у нас идет камера камера сейчас посмотрим как она снимает и вообще сколько она выдает ножку у нас почему-то снимается одевается не знаю для чего камера регулируется то есть можно снимать как конкретно внизу спереди и грубо говоря таким стандартным способом тут у нас находится включение выключение если вы вот здесь вот нажмете тут у нас идет батарейный блок так батарейка идет уже внутри батарейка у нас на 1000 миллиампер 3 7 вольта тоже от компании джей джей r7 внутри в принципе смотрите особо нечего там по сути ничего нет здесь ничего не крутится ничего не отцепляется так что можно тоже особо не смотреть давайте наверное перейдем к пультику управления а потом все подключим и так на пультик одевается вот такое крепление для телефон одевается очень просто таким вот образом здесь идет 4 батарейки обычные пальчиковые без всяких наворотов давайте пройдем по кнопкам здесь идет одна здесь идет кнопка 2 стика есть возможность крепления хотя по умолчанию ничего не давалось кнопочка включения кнопочка выключения тримминг всех осей вот эта кнопка регулятор скорости сразу вторая кнопка это с включить то есть если вы нажимаете один раз квадрокоптера заводится если вы нажимаете еще один раз он взлетает и еще один раз он садится а дальше ну естественно один стик второй стик тут все понятно индикатор кнопка включения а кнопочка где написано play stop это у нас фото видео вот эту кнопку никогда не нажимаете это emergency стоп то есть он останавливается если вдруг он у вас упал он у вас сразу останавливается кнопка 10 это у нас хендлась мода и кнопка возврата калибровка джойстика происходит вот таким вот образом то есть если вы в разные стороны сделали подержали чуть он помигает калибровка закончилась а в общем с помощью вот этой кнопки он может крутиться как на месте так и в радиусе двух метров он будет вам делать круг а также есть вольтаж alarm то есть он вас будет предупреждать о том что батарейка грубо говоря заканчивается и пора возвращаться что касается по управлению с телефона сейчас мы все это дело с вами вместе пройдем и установим программу далее все очень просто вы заходите в настройки вашего вай-фая ищите вот этот джей джей эрси вот таким вот образом подключаетесь к нему устанавливаете программу джей джей эрси вот он таким образом выглядит запускаете ее нажимаете кнопочку connect и в принципе все телефон подконнектился так чё-то камера как-то все в красном свете ну да вы видите да каким образом она сейчас снимает можно так делаем фото так все записываем видео так я могу камеру опустить вот таким вот образом видео дрожит жутко по крайней мере визуально дрожит очень сильно так поставим его тут у нас идет скорость как всегда управление с помощью гироскод по можно управлять вручную настройки так что у нас по настройкам камера у нас снимает 720p если честно сказать камера достаточно прикольно снимает поэтому есть возможность что-то заснять но честно вам скажу ну ничего такого прям сумасшедшего вот ведь к сожалению к сожалению вот запись которая была сейчас сделана а нет это как раз таки на улице в общем на улице сейчас минус 5 градусов и достаточно сильный ветер как я не пытался взлететь это у меня не получилось поэтому попробовал попускать дома летает он достаточно стабильный вам хочу сказать качество у него достаточно хорошее то есть в этом проблем у него нет и мне нравится как он собирается хотя честно вам сказать вот наверное самый главный минус в плане того что вот он собрался и вот это вот никак не фиксируется то есть да вы видите он разваливается весь и никакого положить нельзя возможно как раз таки вы для этого и сделали что ножка смотрите это если честно наверное думаю только я так но возможно это так и есть да вы переворачиваете ножку может быть блин ну все равно ведь им мешают значит вентилятора если вентиляторов не было возможно бы он так оделся чтобы они не поднимались ну чертю знает вот нафига ну так можно может если вы будете с руки запускать как-то не знаю на мой взгляд как-то все это дело очень непродуманно но оригинально да я ничего не могу сказать он достаточно компактный если не считать вот этих торчащих вентиляторов которые по сути мешают и итак немного по его техническим характеристикам время полета в районе восьми минут максимальная дистанция 80 метров работает он на частоте 2 и 4 гигагерца разрешение камеры 2 мегапикселя 6-осевой гироскоп есть даже ночной полет не знаю что это значит 360 градусов объемного вращения то есть это аэросъемка удерживание высоты аварийная посадка упрощенный режим управления взлет приземления с помощью одной кнопки и селфи полет в бок замедление ускорение в общем то что пишут китайцы звучит прям вообще на данный момент цена на band good это три с половиной тысячи рублей но она как всегда прыгает поэтому обязательно смотрите смотрите все ссылки внизу которые я оставлю возможно вы найдете к сожалению как следует полетать мне не удалось потому что погода прям вообще не позволяет и на улицу вот честно вам скажу ну нет смысла его таскать на улицу когда есть хоть малейший ветерок то есть в основном я думаю дома где-то в помещениях летать ну либо в очень хорошую погоду то есть взять его на пляж и поснимать себя будет невозможно но за такую цену в принципе вполне прилично все спасибо огромное что досмотрели до конца с вами как всегда я макс канал шестеренка всем удачи всем пока а